Чем хорош клуб? Тем, что вы в него можете вступить. Вступили в этот клуб и получаете результат. Плюсом ко всему ваша машина отремонтирована, плюсом ко всему ваша машина ездит, минусом ко всему вы не стоите в очередях. А теперь переговорим о других вещах. Да, у меня тоже много машин. Я бы вам всем рекомендовал другие места, но не Суриков 11. Но вы же должны понять, что если других мест-то и нет, то есть во всех других местах возникают глобальнейшие косяки. То есть то машина не делается, то еще какие-то там тараканы, то кто-то забухал. Вам это нужно? Мне нет. Я предпочитаю тот вариант, который мне гарантирует результат. Быстрый и качественный. И в действительности недорого. По сути событий, я бы таких событий наснимал море. В любое время. Возьми камеру и снимай. Теперь тема-то другая. Оно вам нужно? Сейчас я все объясню. Бывал я в местах, где машин-то поболее, чем нашего. Представляете, Бомбей. К нам взад вкатилось такси. Вы представляете, сколько ждать в таком миллионнике полицию? Да нет, люди посмотрелись и разъехались. Та же любимая Анталия. Те же яйца. Не, это, конечно, клево. Простоять до вечера, когда приедет ГАИ. Потом столько же, а может быть еще и больше в ГАИ-центре. А потом выковыривать пару-тройку недель бабки со страховой. Самим попадать на страховку. Мы, конечно, круче всех, но тупее однозначно. Да и в меня въезжают. Но я предлагаю варианты быстрого восстановления. Быстрого восстановления, чтобы это можно было сделать задешево. Простите, но я предполагаю, что дешевле, чем у вас, по сути, ничего не получается. Ну, вопрос цены всегда индивидуальный. То есть для кого-то это дешево, для кого-то это дорого. Тут все относительно. Подождите, дешево это там, где лепят, да? Налепили все это дело там, и потом все это дело может быть и развалится. Логично? Да нет, вопрос цены не от того, даже, это вопрос уже качества, сейчас спрашиваете. А вопрос цены, то есть для губернатора это дешево, а для простых людей может показаться дорого. Тут совсем надо по-другому относиться к этому. То есть хороший автосервис, это как семейный доктор. То есть пациентов много, доктор один. И многие вот приезжают, там то у меня места нету, то там не вовремя я как-то это... И ищут других людей. Потом все равно возвращаются ко мне, говорят, было хорошо, вот мы хотим все равно у вас ремонтироваться. Также и с вами, Алексей. Вы же много машин у меня здесь покрасили? Ну, в общем-то, да. По-моему, ни одну машину я вот здесь красил. Ну, считать я их уже даже не буду, потому что мы собьемся со счету. Ну да, я такой автолюбитель, если честно. Ну, самый главный вопрос, пробовали же где-то в других местах там? Пробовали, пробовали. И не захотелось, честно. Ну, вот и многие мои так же клиенты приезжают и говорят, мы там попробовали, здесь попробовали. Цена может быть чуть-чуть где-то дешевле, чуть-чуть дороже. Люди пробуют, приезжают, говорят, а у нас тут все отваливается. Это вопрос уже как раз качества. Когда доктор знает своих пациентов, он им назначает то, что нужно. Как говорят, то, что доктор прописал. Вот так вы и говорите, когда люди к вам приходят. Да, для многих вообще посещение сервиса связано с тем, что там их пытаются обмануть, обуть. То есть мне люди мои доверяют, потому что я все точно говорю, то, что надо, ничего лишнего. То есть не исходя там из того, что у человека много денег, его можно там подраздовать немножко. Нет, только то, что необходимо, и их машинки, ничего лишнего. Круто, конечно, поиметь страховую показку. Так и надо делать. А вот с АСАГО сложнее. Было бы круто. Каска сразу и без геморроев. Но это Россия с признаками другой страны. Хотя в Гондурасе все правильно. Вообще понять надо. Не забирайте мое в свой рай. И будет все и у нас ништяк. А как же принцип? Не воруй. С этим сложно, но можно. То есть, господа, я вам сказал. Средства без геморроев и косяков. Дешевы и правильно. Думайте сами, уважаемые автомобилисты. Я-то приехал сюда вообще-то интервью писать. Оказывается, интервью у меня взяли. Ну, вот так и получается, да. Ходил я, ходил я, ходил я везде. Ходил я, говорил. Давайте, давайте. И что-то не получается. А здесь все получается. Да, конечно, я тоже трачу деньги. Ну, извините, машины старенькие. Да и новую машину здесь же ремонтируется. Теперь вопрос, как все делать грамотно. Я сейчас объясню, вы, может быть, и догадаетесь. То есть, я в свое время купил как-то машину. Новую машину. Так вот, эта машина, мало того, что я продал за те деньги, которые принес. Мало того, что она мне еще и денег гораздо больше принесла. Потому что, как вы понимаете, новую машину из-за такого показка. Ну, как вы прекрасно понимаете, вот я и ремонтировал не в дилерских центрах. А цены мне дилерские оплачивали. Это каска. То есть, вы должны понять, как это делается. Так что, господа, думайте, как я вам говорю. И поступайте, как я вам говорю. И где я вам говорю, машины делайте. Оптимальный вариант Суриков 11.